Доброе утро, коллеги! Сегодня мы начинаем в новом формате работу по гернеологии. Для нас это первый опыт, поэтому прошу извините, если будут какие-то накладки. Итак, сегодня у нас тема конференции «Нехирургические проблемы гернеологии». И открывает конференцию профессор Валентин Евгений Синицын, один из крупнейших специалистов по компьютерной, лучевой и всем остальным видам диагностики, который много лет работал в том числе и в диагностике послеоперационных грыж, осложнений и всего остального. Валентин Евгений, доброе утро, я вас приветствую. Здравствуйте, доброе утро, поздравляю с ночевым конференцией. Да, пожалуйста, начинайте. Я могу начинать, да, спасибо большое. Спасибо, сейчас я отключу экран. Уважаемые коллеги, добрый день. У меня небольшая лекция. Это действительно традиционно начинать с диагностики. Но обычно КТ, МРТ, я буду говорить о всех, но больше о КТ, ОКТ. Эти методы в последнее время звучат, но, может быть, не так, когда студент в Пусске больше рассказывает про рентгенографию. Я не буду, конечно, касаться вопросов классификации в этой аудитории грыж, да, и так далее, я буду на это ссылаться, да. Обзорная лекция, где буду рассказывать, дам обзор, как применяются методы лучевой диагностики при разных видах грыж. Ну, традиционно мы все знаем, что со времен рентгена применяется генография, особенно рентгеноскопия, с протрастированием просвета пуссивода, желудка, петель, толстые пуссивки. И действительно метод хороший, простой, доступный. Очень важно, что он сочетает с половиной, с половиной, сальву, можете увидеть, как и пищевая пуссиво. Это крайне важно, да, можно, если мы говорим о грыжах пуссивода, выполнять с дельбурга, видеть функциональные грыжи, МРТ, такой возможно, лишена. Но если мы будем с вами говорить о традиционном методе отместивающей непроходимости, ну, давайте скажем честно, что все-таки, например, признаки ущемления петли кишки в рыжевых воротах или признаки шли кишки этот метод видит поздно, когда уже развиваются раздутки петли, некрозстенки кишки, хотелось бы делать раньше. Поэтому в последнее время все больше и больше применяется компьютерная томография, которая для абдоминальных, гентральных грыж видит очень хорошо любые грыжи. И особенно я буду об этом чуть подробнее говорить. Когда мы говорим о грыжах, да, в моем уме имеем в виду, а в доминальной имеем, конечно, грыжа брюшной стенки, но есть более редкий вариант тоже, который хирурги хорошо знают, это внутренние грыжи. И это очень сложная патология для диагностики. Вот как раз КТ, будучи трехмерным подслойным методом, позволяет видеть внутренние грыжи очень хорошо. Что важно, что он позволяет оценивать, если вы будете контрастные грыжи в состоянии стенки, петель кишки, что очень важно. Вы видите признаки боления, вы видите признаки микроза и так далее. И плюс очень важно, это, конечно, гипдиагноз. Опять же, если мы говорим про внутренние грыжи, то по рентгенограмме и даже по УЗИ бывает, надо трудно сказать, с чем мы имеем дело. КТ это, как правило, позволяет стать более ясно. По МРТ, в принципе, те же возможности у КТ, может быть, даже лучше. Но МРТ не столь доступно, канал магнита не такой просторный. Поэтому, в общем-то, в практике есть научные работы, и можно применять МРТ, особенно если вы знаете, умеете, но как-то вот больше применяют КТ. Хотя я должен сказать, что МРТ очень высокие возможности функциональные. То есть можно выполнять те же повыки. Вальсаревые, пытаться повысить давление, а в большинстве повыки функциональные грыжи. Вот мы с Валерием Николаевичем работали вместе, мы пытались заниматься технологией тазового дна с помощью функциональной МРТ и как далее. Мне кажется, вот эта тема, она не нова, этим врачи занимаются, но она не так широко развита, как, скажем, функциональная группа в периметнографии. И, конечно, это ультразвук, который является великолепным методом для грыж, скажем, грыжной, передней грыжной стенки, потому что мы можем детально видеть слои фасции, мышцы жировой, пятку, что находится внутри грыжевого мешка. Опять же, простой, относительно, да, доступный метод с помощью блюклиографии может быть баскаловизация петель кишки, если они есть внутри грыжевого мешка, ну, при определенной квалификации. Тому методу не хватает? Не хватает большого поля изображений, которые есть в файмографии или генографии. Вот на протяжении лекции я просто хочу очень быстро показать, что мы можем видеть в отношении, с помощью КТ, ну, самые известные грыжи передней мышцинке, обращенные, грыжевые, постоперационные, они могут быть множественными. И, конечно, будучи последовательно послойным методом, мы с помощью КТ сразу видим, что находится внутри грыжевого мешка, есть там петли, есть там грыжевая клетчатка или нет. Размеры, трехмерный анализ, размеры ворот, в состоянии мышц, в состоянии паневроза, в состоянии жировой клетчатки. Всё это крайне важно. Ну вот в данном примере, да, если первый случай – это вот петлиотишки неучемлённых, в этом случае вы видите стрелку, указано по щемлению петлиотишки, отёк, отёк, отёк – это уже понятно, что кожная ситуация, которая требует какого-то вмешательства. Ну вот ещё примеры, да, как я говорил, широкое поле изображения позволяет вам очень хорошо оценивать локализацию крижевого мешка и его взаимоотношения с прямым мышцами живота и апоневрозом. Видно, что в данном случае внутри крижевого мешка ничего нет. В этом случае тоже самое петли кишки нет, но здесь есть плотное содержимое, как правило, это следствие воспаления и февротических изменений жировой клетчатки. Вы видите такие плотные структуры крижевого мешка, но опять же петель кишки здесь нет. А что важно, о чём я говорил, что это, например, после операционной крыши, когда вы видите такую необычную локализацию боковой, например, в данном случае. И, как мы уже упоминали, крайне важно, у пациента имеется клиника кишечной непроходимости до того, как разовьются необратимые изменения в сентябре. Вы можете это увидеть. Вот это пациент, изображение на разных уровнях, вы видите, что у него имеется ущемление петля кишки, закрытая, ущемлённая в узких береговых воротах, раздутая, а ниже мы видим раздутые петли тонкой кишечной, то есть вы видите, начинающиеся петли тонкой кишечной необходимости, ещё без классических управлений на винограмме, но при КТ вы уже видите, что в данном случае это мы уже имеем дело с ущемлением петли тонкой кишечной. И плюс мы видим все органы брюшной полости, вы видите почки, небольшую пробированную анаборизму аорты, то есть вы получаете максимум информации о состоянии органов из-за брюшинного пространства. Бывают, мы все знаем, да, реже бывают латеральные грыжи, где, как правило, очень узкие грыжевые ворота, они чаще ущемляются сальники, петли тонкой кишечки. Опять же, вот вы видите пример, где вы видите стрелку, и указана петля петли тонкой кишечной грыжи. При КТ это видно, опять же, как мы с вами говорили, гораздо лучше, вот узкие грыжевые ворота и раздутые, раздутые кишки. Поясничные грыжи, которые, так называют, паравертебральные, ближе к спине, куда провобирует забрюшенная жировая клеща, то есть грыжа очень большая, она может провобировать даже почка, хотя это бывает очень редко. То есть трёхмерная возможность КТ, в отличие от генографии, позволяет вот такие виды грыжи. В геограмме вы такую грыжу не увидите, пока в ней не попадут. КТ позволяет это видеть. Рёбра, апоневроз, мышцы, состояние жировой клетчатки, если нет воспаления, без каких-либо проблем. Как под подвиж, да, пупочные грыжи тоже врождённые, приобретённые с теми же самыми особенностями. Вот опять же, как я говорю, тот же самый пример, когда вот в этом случае имеется ущемление ущемления кишки, с чечным воспалением вы видите раздутые петли кишки, внутри брюшной полосы эта кишечная непроходимость вследствие ущемления петлетишки в почной грыже. В данном случае ущемления петли кишки нет, КТ нам ясно показывает, что это, я уже показывал такой случай, это воспалительное некротическое днение жировой клетчатки, которое попало внутрь почной грыжи, и вот происходят какие-то изменения. Грыжи бывают травматические, но, как правило, по данным КТ нам нужно сказать, что является причиной этой грыжи. Единственное, что вот из опыта литературы известно, что вот такие низкие травматические грыжи, не КПЛ низкие, они очень часто возникают при автомобильных авариях травмы мешкой ремневой безопасности. Вот здесь показывают пример латеральные грыжи, которые имеют травматическую генезию. А не все изменения в передней брюшной стенке являются грыжами, потому что, например, в данном случае вы видите, что пациенты уже оперировали, у него была герниопластика, вы видите следы рентгенопозитивного шоуного материала. То, что мы видим здесь, это не инцепию грыжи, это остаточные поствоспалительные фиброзные изменения жировой клетчатки передней брюшной стенки после операции. Или вот в данном случае выглядит очень похоже на какую-то грыжу, сочинение кишки, то, что я вам показывал. Но в данном случае это имплантационный меностаз брюшной стенки у больного с инстатическим болезнением. И опять же, это один из самых стандартных методов стабирования патологии онкологических больных позволяет нам увидеть, что это объемные массы, которые не являются дефектом грыжной стенки, в которой не прологируют ветвицы кишки, а это проявление инстатического болезненного. Более интересная тема, это редкая патология, мы все знаем, трудно диагностируемая, это так называемые внутренние грыжи, когда есть выпячивание, ну, обычно они внутренних органов, а петит кишки, через брюши, или все чаще бывает через грыжейку, например, поперечные ободочки кишки или сегмомерия кишки, бывают все брюшные полости, которые могут вызывать тонкую кишечную непроходимость, у них нет грыжевого пешка, мы видим очень характерное место, где это место происходит, так называемые симптомы водоворота, расширенные, сведенные вместе сосуды, и мы видим для них очень характерно, то, что в этом случае петли тонкой кишки, у нас обычно толстая кишка обравляет тонкую кишку, в данном случае у нас петли тонкой кишки, вот как здесь они смещаются кнаружи, видят наружу петель толстой кишки, вот этот признак, если о нем думать, позволяет нам предположить такую историю. Проблема диагностики, лучевой диагностики, она неплохо отражена в мировой эвотичной литературе, вот одна из недавних статей наших групп, из нескольких организм наших хорошо известных авторов, которые рассказывали, приводили свои опыты, приводили вот типичные методы локализации внутренних грыж, грыжевального отверстия, грыжа ретроперитериального пространства, грыжа в грыжейках, о чем я говорил, наиболее классический случай внутренних грыж, причин более брыжной полости и частичной непроходимости. Вот пример внутренней грыжи, о чем я вам говорил, видны расширенные сосуды брыжейки, стрелками указаны фрагменты спавшейся толстой кишки, поперечная ободочная кишка, а снаружи поперечная ободочная кишка положена свеча в методом кишки, которая контактирует задний поверхность лёд. Это очень характерно. Вот ещё один такой же пример, картина тонкой кишечной необходимости, с правой стороны расширенные петли тонкой кишки большого диаметра, больше 4 сантиметров, с уровнями жидкости. Опять же, вот мы видим фрагменты поперечной ободочной кишки, а кнаружи от неё нет. Восходящая ободочная кишка расположена перед тонкой кишки уже, то, что важно, что в этом случае мы ясно видим, что речь идёт о явной тонкой кишечной, непроходимости. Ещё похожий пример, это вот так называемый синдром Уирпа в водоворотах, когда имеется перекрут фрагмента брыжейки тонкой кишечной, вместе с сосудами, то, что сейчас показано, изогнутой стрелкой. И здесь ещё один пример, почему важно делать в случае КТ, сконпостирование, это важно, потому что КТ позволяет вам видеть начинающийся ишемир и отёк тонкой кишки ещё до того, как прозовьётся некроз её стенок, потому что мы видим, что стенки кишечной тонкой кишки, посмотрите, они диффузно-удочные, вы видите, в такой трёхслойный вид, вот средние мышечные части, такой симптом мишени, и уже такой вид говорит о том, что развивается ишемир. И если не принять эти меры, то в различных средствах трёхмерная конструкция, то может развиться некроз петель тонкой кишки, что показано вот на этом изображении прогрессирование, опять же, обычная картина тонкой кишечной недостаточности, извините, необходимости, огромные петли тонкой кишки, вот место внутренней грыжи, грыжевых ворот, и эти грыжи, вот нередко, кстати, бывают с инфрационами, которые сложны от опирации внутренней кости. И при поздней диагностике вы видите тоже это очень характерно в седьмом кишечной необходимости развиваются скопления газа в венах, стенах тонкой кишки, это вот ситом жемчужного ожерелья, его по-разному цвету. Это плохой признак, потому что признак того, что уже развивается некроз достаточно далеко. Ну, поскольку лекция обзорная, уже это выше, это частично медиастенальная, частично абдоминальная патология, это хорошо известная тема грыжи геофрагмы. Одна большая тема, всем хорошо известна, это грыжи, почему-то, это геофрагмы. И другая тема, что бывает реже, но бывает, это грыжи слабых мест геофрагмы, врожденные, либо травматические, вот мы видим с вами, опять же, при лентгенографии мы можем заподозрить, что это грыжа геофрагмы, ну, я могу сказать, что, может быть, это паракардиальный липок. Я вижу, что паракардиальный, и это не факт, что это грыжа. Компьютерная томография вам ясно показывает большой дефект геофрагмы и пролоббирование большого количества с большинной жировой пересадки. Это связано с тем. Ну, поэтому мы все знаем со времён медуниверситетов медуниверситетов и медуниверситетов слабых мест геофрагмы, которые приводят к грыжам Лоррея и грыжам Макдалека и Богдалека, как по-разному это называют. Вот, поэтому похоже на то, что я показывал бы. Ещё такой же пример, опять же, при лентгенографии мы видим подъём геофрагмы, какую-то яхту, пасу над ней, но при компьютерной томографии, опять же, вы видите, вы видите дефекты в куполе в заднебоковых отделах диафрагмы, справа обмирования, в данном случае даже фрагменты печени, петли кишки, жировой перчатки вверх, в сторону средостения большая-большая грыжа, грыжа диафрагмы. Паховые грыжи, мне кажется, это, как бы, опять же, смежные области в правовой грыжи и другие. Я не буду на этом останавливаться, это хорошо известно. Косые, самые частые, паховые грыжи, врожденные, приобретенные, приобретенные прямые, пусырные грыжи. Но, опять же, мы очень часто их видим, мы видим, потому что при КТ и при МРТ очень хорошо видны паховые кольца, их содержимое, видны семенные канатики, видны вены и артерии, особенно, если вы делаете, если вы видите, с контрастированным в этом виде. Компьютерная томография очень хорошо и прекрасно видна подвидная томография. Мы очень много выполняем, ну, при генологии сейчас, тренде МРТ таза по поводу рака предстательной железы, либо стадирование рака прямой тишки, вы можете видеть, да, в данном случае, вот редкий случай, имеется провобирование мочевого пузыря, спалчивается в паховую грыжу, да, то есть не провобирование мочевого пузыря. Конечно, как я говорил, вот для паховых грыж это очень хороший, благодарный выпуск разлука, потому что большие размеры, и мошонка, паховые каналы, они прекрасно видят разлуки, можно прекрасно видеть движение кровотока в артериях паховых грыж, вот здесь пока, например, вот здесь видны нормальные мошонки на периферии, это видно содержимое паховой грыжи, если очень большие грыжи, можно при контрастном степени видеть даже провобирование петель контрастной течки, но, честно говоря, мне кажется, сейчас вот с уровнем развития грыжи ГТ, надо для паховых грыжек таких классических на контрасте для них она невелика, да, звук позволяет ответить на все вопросы. Я уже упоминал, что классическая тема это грыжа петербургного отверстия диафрагмы, существует разные классификации, но вот одна из известных классификаций, самый частый первый тип это вот так называемые классические скользящие аксиальные грыжи, одна часть кардиального отдела желудка классической вкладки смещаются, которые мы видим на области над диафрагмой дружной клетки, либо более-более редкий тип второй, когда место пищеводной желудочного перехода остается на месте, а здесь имеется пара паразофагиальные грыжи провобирует дно желудка, это достаточно редкая вещь, либо комбинация, когда имеется классическая аксиальная грыжа на желудке, либо четвертый тип смещения достаточно как правило это классическая то, что более 100 лет известна рентгенографическая картина с функциональными пробами, с подниманием и выпусканием стола рентгеновского аппарата, классические рентгенологи это хорошо знают, когда мы видим в течение классических продонных связок прибратников в сторону места подоживочного перехода, который смещен на несколько сантиметров в грудную клетку, это первый тип, о котором я говорю, второй тип редкий, когда мы видим, что место впадения пищевода в желудок имеет обычную поддиафрагмальную локализацию, а рядом с пищеводом в сторону над диафрагмой расположен фрагмент дна желудка, либо комбинированный первого, второго, третий тип, либо четвертый тип, когда желудок вместе с петлями кишки находится внутри над диафрагмой дна клетки, но это очень хорошо позволяет видеть КТ, потому что мы очень много делаем КТ грудной клетки, и когда бывает непонятно что заднее слостение, КТ позволяет даже не прибегая к контрастированию, видеть места крыши пищеводом отверстия диафрагмы, что находится внутри, если большая пищеводом они могут ущемляться, как показано на этой винограмме, с левой находятся пищеводом, а справа стоит зон, здесь расположен пищеводом. Огромная на грыже диафрагмального отверстия диафрагма, содержащая желудок и фрагменты это с контрастированием. И ну про диафрагмальные грыжи я уже говорил, я не буду про это говорить, они бывают посттравматическими, вот тоже из-за работы отечественных авторов примера ущемления, но в третьем случае огромная-огромная это посттравматическая диафрагмальная грыжа, куда попадают петли с ущемлением. И вот после моего такого краткого обзора я думаю, что вы со мной согласитесь, я уверен, что вы все применяете на практике компьютерной томографии и ультразву для абдоминальных грыж, поскольку это, как я уже говорил, из-за трехмерных свойств компьютерной томографии большого изображения мы видим информацию не только о грыже, но, что очень важно, содержимое межоу мешка и у состояния петель кишки. По вопросу, как я уже говорил, что, наверное, для грыж пищеводного отверстия диафрагмы по-прежнему методом выбора начальника классическая рентгенография, эзофонография, при грыжах пахло, грыжах здесь очень великая роль ультразвука. Мне кажется, что что-то еще не доделано, что все-таки пока еще редко применяется МРТ, особенно функциональные пробы, потому что при МРТ нет лучевой нагрузки, ее можно сколько угодно долго повторять, сколько угодно делать эти различные пробы с напряжением живота, с напячем, с поворотом. Я думаю, что, возможно, такие работы спасибо вам большое за внимание. Поздравляю вас с началом. Я освобождаю экран? Не-не-не-не, подожди. Не освобождаю? Хорошо. Да, у нас могут быть вопросы, вот у меня возник уже вопрос. Да, пожалуйста. Как правило, хирурги всегда задают один и тот же вопрос. А можно ли на каком-то методе исследования увидеть сервис после полотенца сетку? как правило, если сетка, ну, мы же с вами, если сетка пластиковая, она не рентгеноконтрастная, ее видно на ультразвуке. На КТ ее увидеть очень сложно, поскольку она тонкая, и как бы сигналы ее трудно отличить от фасции и от участков фиброза. Если она рентгенопозитивная, то ее видно, но, как правило, если она пластик без рентгенопозитивный, ее видно на ультразвуке. А скажите, пожалуйста, вот были работы по созданию магнитопозитивных сеток, которые должны вылететь через МРТ. На МРТ нет никакой новой информации по визуализации. Вы знаете, я вот как-то, в общем, это не на слуху. Наверное, мир огромный, в общем, люди делают всякие чудеса, но это, в общем, не на слуху. Пока, вот, может быть, вы об этом подумаете. Но, понимаете, какая история всякие магнитные добавления. Дело в том, что при МРТ всякие добавления, которые влияют на МРТ-сигнал, они создают сильные артефакты. Вот в этом недостаток, поэтому это очень трудно сделать. Какие-то магнитные метки для этих сеток трудно сделать. Вопросов пока нет из интернета. Валентин Евгеньевич, тогда спасибо вам огромное. Рад был вас видеть. Не за что. Спасибо, да. Хорошего дня я с вами. Спасибо. Спасибо, счастливо.